Всем большой привет! У нас снова влог об уборке, потому что я смотрю по предыдущим просмотрам, вам понравилось видео. И так как весна, время расхламления, вообще каждый сезон я провожу такое расхламление. У меня еще с прошлого лежат два пакета, которые нужно приехать в очень дем сдать. Сегодня я буду разбирать вот этот стеллаж под телевизором. Давайте я вам его покажу и немножечко расскажу, что как и где у меня хранится. Начнем сверху. Здесь у меня хранятся фотоальбомы и феденкинтический песок. Убрала повыше, чтобы он не пустал. В этом шкафу у меня хранятся книги мои. На этой полке, как вы видите, назовем это хлам. Здесь в шкафу федены вещи. Я вот хочу разобрать и посмотреть, убрать, что малое, чем мы не пользуемся. Здесь у меня хранится документация всякая. Видите, тут вообще тоже хлам. В этом шкафу также федены вещи. Тут и зимние, и пеленки я хочу тоже убрать, которыми мы не пользуемся. И здесь у нас что-то вроде бара. Но тоже уже заполнено феденным творчеством. Тут у меня постельное белье, пусть так и лежит. Надо будет разбирать. Здесь хранятся у нас вещи. Белье. Нижнее. Здесь тоже вещи. Вот хочу убрать свитера, которые не ношу. Возможно, даже и что-то сдам. Плюс тут книги федены и игрушки мягкие. Кстати, нужно скинуть и постирать. И здесь у нас тоже хранится хлам, который я хочу разобрать. В общем, у меня есть где-то час, чтобы это все убрать. Но для вас все пройдет в более быстром режиме. Ну что, давайте начнем нашу уборку. Я начну с расхламления феденных вещей. Что маленькое, что отдать, что убрать. Может быть, это и что-то зимнее. Но тоже, в принципе, на следующую зиму уже будет другая носить. Поэтому начну убираться с расхлам. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот сейчас выглядит эта полка. Я все разобрала, прибрала. В общем, целая гора уже маленьких вещей. Плюс еще вот здесь. И вот это теплые вещи. Я их тоже отдельно уберу. Мы их точно в следующем году еще оденем. И осталось здесь разобрать, пеленки убрать. Видите, тут сразу две пустые полки. Можно будет что-то сложить, например, вот отсюда. И еще приготовила вещь, которую я дам подружке. Это грелка, держатель для соски. И у меня остался крем Миделла. У него еще срок годности. 12 месяцев. Ну, еще, в общем, есть срок годности. Поэтому жалко выбрасывать. Ей как раз еще пригодится. Вот это я уберу. В кровать мы, потому что этим не пользуемся. Но нам это надо. Да, кстати, может, у меня две такие тормоз сумки. Одну тоже подружке отправлю. Показываю вам вот эту полку. Значит, сюда я поставила нашу коробку для развивашек. С развивашками здесь у меня пособия лежат. Тут пеленки. Но я подумаю, может быть, я их вот сюда положу. Но там как бы место в притык. И я думаю, что они уже не улезут. Так что пусть тут. И решила сюда убирать игрушки. Которыми, ну, вот вечером поиграли, собрали и сюда поставили. Хотя можно здесь. Ну, в общем, у меня появилась еще одна свободная полка. Это ли не радостно? Фуф. Осталось вот это убрать куда-нибудь. Думаю, вот в этот шкаф, потому что у нас здесь тоже есть полочки. Туда наверху беру. Так как это сейчас мне нужно. Или уберу вообще в кровать. Вот это я купила маме. Елочные игрушки. Она у меня любит гшель. И у нее, кстати, нет елочных игрушек от гшели. Они из дерева. Это фирма Томик. Хочу ей подарить. Пока сюда сложу. И осталось убраться. Вот здесь. Потому что тут у меня как бы убраны. Я просто пыль протру. Сейчас я буду убирать все вещи в ванне. У нас там хранятся маленькие вещи. И скоро мы поедем в Петербург через месяц. И я их сразу увезу родителям, чтобы здесь ничего не скользировать. Потому что шкафов у нас много. И в принципе нас не сильно напрягает это хранение. Но все равно меньше народу, больше кислорода, меньше вещей. Легче живет. Ну не захламляется дом. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня второй день моей уборки. И как раз таки сегодня я буду разбирать самую сложную, по моему мнению, полку. Это документы. Потому что я хочу перебрать сейчас каждый листок. Вообще каждую бумажку. Нужна она, не нужна. И решить, что с ней делать. Я пока не придумала организацию хранения. Видите, как тут все разбросано. Но думаю, в процессе я решу. И закажу папки. Тут вообще такие вещи, которые я считаю, что тут должны лежать. Все сейчас переберу. И конечный результат я вам покажу. Так, ну что, первый шаг. Это я все достала и просто выложила на ковер. Вымыла этот ящик. Тут тоже какая-то электроника, которую не хочется класть на пол. Положила на полку. И сейчас буду смотреть, пересматривать. Здесь все бумажки. Это ящик. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, показываю вам конечный результат. Конечно, это не идеально. Я думаю, может быть, посмотреть какой-то контейнер сюда, чтобы сложить вот эту вот мелочевку. В принципе, она нужна, и мы не особо сюда заглядываем. Здесь у меня получатся шнуры, только по делу, чтобы взять. Это все нам нужно, видеорегистратор, тут документы. Здесь вот по работе Рома документы. Думала вот этот выбросить штейгер, но ладно, он хлеба не просит, пусть лежит. И скоро сезон у нас комаров. Мы включаем фумигатор. Кстати, он заканчивается, надо будет купить новый. Вот. Готово. Ну и сегодня мне предстоит большая глажка. Это я недавно достала из сушильной машины, поэтому скомка належит. Сейчас буду гладить. Уже постирала рукавицы свои зимние. Шапка тут сохнет, надо будет ее еще от катышек убрать. И комбинезон тоже фейдин, теплый зимний. Тоже я его постирала, вот эти рукавички, ножки. Все убираю. И буду своей подружке отдавать на время. Все детские вещи я перебираю, которые с пятнами я отдаю в H&M на переработку. Которые хорошие я их откладываю. Либо, ну вот у меня подружка беременна, я ее дам на время. Потому что мы планируем второго ребенка заводить. И как бы, ну, нам тоже это пригодится, чтобы все не покупать. И есть вещи, которые я даю безвозвратно. Как бы, пользуйтесь, хотите там, выбросите, хотите отложите дальше. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok